Всем привет! У пользователя Валентина Петку из Молдовы Ему 75 лет Начал линуксом заниматься в конце прошлого года Возникла проблема Проблема какого плана? Он занимался у себя на жестком диске наведением порядка Вначале поставил линукс Потом поставил винду И линукс перестал загружаться Ну, мы прямо на винде Ему сделали загрузочную флешку На которую установили Два поисковика операционных систем При помощи поисковика операционных систем Мы загрузились с линукса Немножко поднастроили меню загрузки Ну, там в конце я еще ему поднастроил Чтобы показывало на коночках Виайфай нормально Интернет Сколько там берется Сколько дается И практически вот и все Ну, суть то в чем я хочу сказать Вот посмотрите Люди Самых различных возрастов И даже самых преклонных Вот, Валентину 75 лет У меня еще есть несколько пользователей По 75 лет Рекордсменом является пользователь Из города Харькова Ему 90 лет Люди самостоятельно Спокойненько берут Ставят линукс И работают на нем И довольны этой системой Поэтому все эти там Крики значит О том, что значит там Возраст помеха Никакая возраст для линукса Не помеха Важен просто-напросто Интерес И желание немножечко Разобраться Практически я считаю Что любой нормальный человек В любом возрасте Может пользоваться Операционной системой линукс Вот такие значит Выводы на основании Моей практики Поскольку у меня канал уже Около двух лет И веб-сайт тоже около года уже будет Чуть больше года Я вам могу смело сказать Поэтому не бойтесь Пробуйте Уроков На сайте у меня Предостаточно Причем значит На сайте Значит у меня Есть Раздел Новые И в основах Вот уроки для начинающих Здесь всего лишь пять уроков Ну в которых Значит от простого к сложному Показывается Показывается Рассказывается Что нужно сделать для того Чтобы установить себе На компьютер Операционную систему линукс Опять уроков Небольшие Они по длительности Довольно таки понятные Ну скажем так Это я называю Азбукой Все те Кто в состоянии Овладеть этой Азбукой Вполне спокойно Смогут Работать На линуксе И пользоваться Всеми его Как говорится благами Благами какими Тем что Линукс бесплатен Тем что он Вирусоустойчив У меня Линукс бывал Там И неделями Включенный И работает И работал Как трактор Так что Могу Всем Это дело Порекомендовать Вот Ну ладно Перейдем К просмотру Видеоролика Вот когда вы стартуете Сплешки У вас будет Вот такая вот Менюшечка И вот программа Программа ДОС Вы так вот По ней Enter нажмете Так И первые Мы попробуем Найти при помощи Вот этого поисковика А потом Если не пойдет Будем делать Вот с этого Ага Я Этой программой Не пытаюсь Запускать из образа Это очень долгое время Занимает И может не сработать Но главное То что мы записали И как видите Как будет выглядеть Даже ваша флешка Видите Теперь Перезагружайте компьютер А эти программки все Перезагружайте компьютер И мне Значит Покажите Вашу камеру Эта самая Включите камеру И стартуйте с флешки Сейчас Делаем Ждите Enter Нажмите Программа Нажмите Enter Там где написано Линукс Значит По линуксу Стоит На линуксе Нажмите Попробуем Стартовать Этот Линукс На первой строке У вас написано Линукс Работает Что Даже если у вас Не стартует Линукс На компьютере По каким-то причинам Там загрузчик сломался Или еще что-то Но вы четко знаете Что он у вас Был нормально Как говорится Установлен на Раздел жесткого диска Вот при помощи Этой программки Значит Находите Свой Линукс Он также и Винду позволяет Стартовать Загружаетесь А когда загрузитесь Значит На линукс Дадите мне Пароли От TeamViewer И там Остальные Настройки Как говорится Уже Под настроем Сделаем Чтобы она Потом Запускалась Да Чтобы она Потом запускалась Нормально с компьютера Без флешки С двумя этими программами Настройщиками Меню загрузки Настроить Все это дело Вот Вначале запустим Групп Кастомайзер Вот эти вот все 18 Все убрать Ага Эта « numbers up» Эта Эта « большинстве Не, не, это не трогайте Здесь тоже есть А все равно без разницы Нет А это же не написано, где он А, вот так Просто это Десятку надо удалить А, это десятка Все понятно О, вот так Сейчас правильно О Ну и Нажимайте Энтер Энтер Нажимайте Нажал Принудительно Выключайте компьютер И еще раз в меню зайдем Без флешки Без флешки Выключайте компьютер Принудительно Так, выключил Снова включайте А что включить Включить компьютер Мы сами на меню попадем И там выберем Куда нам пойти Мы пойдем В Linux Mint Синамон В режим Рекавери Наведите стрелочкой На рекавери И нажмите Энтер Это режим Это режим Починочный Восстановление Сейчас будет менюшка Теперь покажите мне Значит первое ДПКГ Наведите на ДПКГ Энтер Энтер Нажимайте Энтер Нажал А здесь Тоже энтер Нажимайте Теперь нижнюю строку Показывайте Там какие сообщения будут Энтер Конец строки Вязал Верификация Пакетч Вязал Верификация Ну а Энтер Нажмите Энтер Меню не вижу Так Теперь пойти на Групп Апдейт Групп Да Энтер Нажимайте Энтер И теперь На самой верхней строку Энтер Нажимайте Это нормальная загрузка Резюме Энтер 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 Верификация Энтер Энтер Единичку заводите и эндер нажмите. Нажал. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, короче, значит, еще раз, вы из, называется, вы назвали ее как? Молдова? Да, Молдова. Молдова, город Бендеры, значит, Валентин Петку, 75 лет. Ну, молодец, желаю вам всего доброго, удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.